Родители мои, оба инженеры-конструкторы, проектировщики. Папа был сыном священника, и поэтому у него было поражение в правах. Он не мог получить высшее образование, он хотел быть архитектором, окончил архитектурный техникум, но дальше учиться не мог, потому что его просто исключали за социальное происхождение. И только, уже я родился, только с помощью родственников, дядюшки моего, который был крупным инженером и возглавлял институт, гипромес такой на Урале. Значит, он заочно получил диплом инженера-конструктора. Мама была, и, по-видимому, они там поженились. Вот вместе начал работать в этом проектном институте. Они поженились, и так всю жизнь интересы были близкие, профессиональные интересы. Притом, я не помню, конечно, в детстве своем никаких профессиональных разговоров дома. Это было время, когда оба родителя были молодые, ходили в так называемый деловой клуб, вот возвращались веселые, и мне казалось, что у них все прекрасно, у них жизнь прекрасна. Вот. И они были увлечены своим делом, строилось очень много, ну, это объект тяжелой промышленности, который выручили страну во время войны. Там у нас было два, Уралмаш и ВИЗ, Верхесецкий завод, где вместе с производством строилось жилье для рабочих, социальные объекты и так далее, и так далее. Словом, было работы у родителей очень много, они были заняты очень много, но, тем не менее, помню такие вот веселые моменты. Приходили к нам домой в гости люди, которые были близки по профессии, и были архитекторы, в том числе такой Владимир Владимирович Емельянов, молодой тогда человек, который проектировал и построил дом офицеров в Свердловске, если кто будет, значит, уже после постановления о переходе от конструктивизма, которым вообще славен Свердловский Екатеринбург в своей центральной части. Но здесь уже пошел перелом в сторону, вот так называемый, значит, теперь называется «Сталинский ампир», ну, в общем, возрождение неоклассики. И помню я уже в более взрослом возрасте, это появление здания штаба Уральского военного округа в центральной части, такой пышный, с колоннами, с рельефами, так, на военную тематику. А школа, значит, менялась, и мы ходили все время, то есть, ну, разные маршруты до школы, в связи с тем, что во время войны началась школу, начали забирать под госпитали. Ну, я помню, я ходил мимо этого штаба, и мне очень нравилось это здание, которое сейчас кажется таким неважным по вкусу на фоне того чистого и ясного конструктивизма, который был в центре города. И там был такой, ну, памятник, который стал городок чекистов с такой подковой динамо. Вот, ну, дом был в центре города, во дворе, тоже такой конструктивистский, где рядом был внутри сад, на другой стороне дома была пожарная часть, и по моей просьбе резолюцию, поддержку института, хотят сливать, объединять, сокращать. Государство хочет поднять зарплату за счет живых людей, значит, половину на улицу, остальным поднять зарплату, в общем, это сложная история. Юрий Петрович, а как вы вот переехали в Москву, вот ваш московский период, этот вот переезд, и, насколько я помню, вы поселились в совершенно замечательном доме, здесь вот на Садовом кольце. Это не сразу. Значит, ну, во-первых, переезд в Черновидцы, это было так. Мама написала письмо Молотову, председателю Совета Министров в то время, с просьбой отпустить отца в более хлебные места. Вот трое детей, маленькие сестры мои, которые тоже стали архитекторами, значит, вот голодали, и ему там сделали внушение, но, тем не менее, отпустили. Он был в системе военпроекта, поэтому просто так он уехать не мог, и вообще-то, да, никто не мог просто так уехать, особенно из военного места. Мы переехали в город Черновидцы, ныне Черновцы, где я год проучился в тамошней школе, обрел такого друга на всю жизнь, который стал биологом. Это был, так сказать, тоже важный такой эпизод в моей жизни. А оттуда, не знаю как, значит, отец был переведен в центральный военпроект в Москве, и был он главным инженером в мастерской Льва Владимировича Руднева, выдающегося от тех перцов. Вот я в Свердловске с этими самолетиками опускаю, одна штанина, видите, там пуговица оторвалась, значит, как... Вот, давайте мы пролистаем это. А, это вот уже студенты Мархи. Значит, перебрались в Москву, мы в текстильщики, которые тогда были, значит, не Москва, пригородом, и там поселились в таком двухэтажном бараке, который строили пленные немцы. Еще тогда. Я немножко в детстве, меня, значит, заставляли ходить к немецкой учительнице, я немножко владел, и так дальше не очень развился немецким языком. Эти пленные немцы мне были любопытны. Я одного пожилого человека зазвал к себе, поил чаем и разговаривал за политику. Причем он говорил мне, что они питают надежду на то, что мы поссоримся с союзниками. Он говорил, правые руки, друзья, левые враги и так далее. Ну, в общем, пока мы на эту тему рассуждали, вдруг в дверях появился молодой такой подтянутый, по-видимому, офицер, который ему сказал, марш, что это такое, марш на работу, так сказать. Вот. Значит, в Москве, вот, как вы понимаете, отец мой хотел, чтобы я стал архитектором. Для меня известные склонности к этому были. Я еще в Свердловске ходил, ну, рисовал просто по собственному влечению и ходил в одно из самых замечательных зданий, дом купцов-харитоновых, дворец пионеров, в центральной части, где рисовал. Словом, поступил в Московский архитектурный институт. И вот этот снимок, он характерен. мы оба донашиваем, значит, это Лев Соколов, такой человек замечательный, моей группы, который рано ушел. Мы донашиваем отцовские пальто. Вот такое еще время. Это 48-й год. Так. А как вы переехали из текстильщиков в центр Москвы в пустую квартиру, которая еще не была достроена? Это, гнать, тоже эпопея, конечно. Это дом на Садово-Кудринской, здесь недалеко, между спиридоновкой и Малой Бронной в центре примерно. В нем дата 47-й год, на самом деле где-то в конце 47-го мы и вселялись. Это дом был для генералитета военного ведомства, а наверху Руднев сделал мансардный этаж для архитекторов, для авторов. Значит, там Руднев, Мунс, Ас, авторы этого дома, Павел Петрович Зиновьев на их квартир и отцу тоже отстригли одно из мастерских и у нас дом получился в двух уровнях, то есть квартира. Причем мы въезжали, когда в квартире не было не только что бытовых удобств, не было полов, но нужно было захватывать площадь. Такое время было неспокойно и значит на наших глазах там солдаты доделывали полы, сантехнику, а сантехникой приходилось пользоваться у соседей и Руднев лично придя из другой секции забрал всех к себе ванную помыть все семейство и так далее. в общем такие у меня очень симпатичные впечатления того времени. И когда квартиру доделывали, я выкрыл там такой проход в мастерскую, узкий проход, по которому Руднев с трудом проходил, потому что он был плотный человек. Но тем не менее это позволяло мне выныривать в проектную мастерскую Рудневскую и как бы знакомиться с жизнью этой мастерской. В какой-то момент мне начали какие-то мелкие поручения давать. А мастерская была замечательна тем, что там был Борис Петрович Чернышов, такой художник, как бы левый по тем временам. Руднев был тоже импрессионист по своей живописи. И вот он устроил макетчиком художника, которому не было тогда хода официальной линии. Не мог зарабатывать свою жизнь. И они спорили об искусстве и так далее. Все это было замечательно. Вот. А в какой-то момент уже сильно позже я пришел туда в субботу или воскресенье. пустая мастерская и вдруг снизу голос «Откуда вы прелестное дитя?» Это мои преподаватели Рожин и Великанов мои преподаватели по курсу сидели и из пластилина делали варианты макета Дворца культуры и науки в Варшаве. Тот самый высотный дом, который был построен, который, может быть, вы знаете. Ну, и с этим такая байка, значит, который рассказывал Игорь Евгеньевич Рожин нам. Когда они приехали в Варшаву согласовывать проект, они очень волновались, что Руднев плохо знает структуру здания, что он так лепил объемы. Это, конечно, все под его руководством, но что он в планировке не очень силен. И они его, значит, постарались перед докладом Политбюро Польской Варшавы. Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Ну и распределение было жесткое. Куда распределили, туда направляли. И многие мои сокурсники разъехались по разным городам. Потом постепенно возвращались или не возвращались. Была одна группа, которая в Алмате работала, потом переехали в Минск. И в Минске уже заканчивали свою творческую жизнь. Я был распределен в город Ярославль, в реставрационные мастерские, потому что там был мой двоюродный брат, старший Борис Васильевич Гнедовский. Предполагаю, что я к нему попаду. Но я подал заявление в аспирантуру Академии архитектуры и попал в нее, выдержив там экзамены и остался в аспирантуре. Причем мне хотелось заниматься клубами и дворцами культуры. У меня диплом был в дворец культуры. Но придя в сектор зрелищных зданий, спортивных сооружений, которым руководил Быков Юни Миногенчук, я узнал, что это, так сказать, плотно занято. Кулага Вера Львовна такая была, специалист по клубам и дворцам культуры. Мне было предложено заниматься кинотеатрами, потому что ушел. Это вот моя группа перед институтом. И тогда ушел такой человек, Закаменный Олег Николаевич. Это вот первая работа. Значит, оказалось, что кинотеатры были в то время очень интересным объектом, потому что тогда впервые появилось широкоэкранное кино, панорамное кино, и все были увлечены изменением, так сказать, взаимоотношения экрана, зала и так далее. Занимался сбором материалов по зарубежной литературе из научно-исследовательского кинофотоинститута МНИКФИ, когда сотрудничали, где был такой замечательный технолог, Голдовский Евсей Михайлович, значит, который рассказывал так о панорамном кино, которое только он видел в то время за границей. Вы знаете, это такой эффект присутствия, когда, значит, идет автомобиль по сложным виражам, и сидящий в зале тошнит, начинает. У нас, говорит, правда, без всякого панорамного кино, многих фильмов тошнит. Вот такие, значит, шуточки. Замечательный был человек. Одним словом, начал я заниматься кинотеатрами, и в это время мой учитель, Рожан Игорь Евгеньевич, предложил мне спроектировать кинотеатр для первого микрорайона города Зеленограда, который еще только начинался, еще было неизвестно, как он специализируется, этот город. И нужно было, полагалось в это время, была жестокая типизация всего и вся, и в том числе общественное здание, нужно было сделать проект, который бы по объемным показателям был лучше типа ООО. И вот за счет такого вот пересечения объемов, боковые проходы в зале были в низкой части, только центральная часть была высокой. Одним словом, удалось добиться каких-то преимущественных показателей по отношению к типовому проекту, но все равно для того, чтобы получить разрешение на строительство, нужно было идти на самый верх. первым архитектором страны, тогда был Николай Барфоломевич Баранов, он был первым заместителем председателя ГУСТРОЯ, и он рассматривал проект для того, чтобы дать добро на строительство индивидуального вместо типового проекта. Вот. Ну и там для меня состоялся такой примечательный разговор. Значит, я доложил, и причем был сделан макет, все наглядно, это мне в академии помогли, еще макетная мастерская была, что он выслушал все и говорит, ну что, мне проект нравится, но у вас есть один серьезный недостаток. У вас при асимметричном здании сделан асимметричный вход. Там было справа такой вход в кассу, вывести бюль, да, и, ну там на плане. Вот. Значит, нужно, когда будете разрабатывать, нужно сделать вход в полосе здания. Я, значит, говорю, Николай Барфоломевич, а вот у вас пиджак тоже симметричный, а карман с одной стороны. Он на меня посмотрел грозно и сказал, я же сказал, что проект мне нравится, но я могу изменить свою точку зрения. И запомните, молодой человек, на всю жизнь. Искусство архитектуры и искусство портного абсолютно разные вещи. Ну, меня оттащили, сказали, что он все исправит, это он просто по недомыслию и так далее. Ну, и, ну, построили все как было по проекту, ничего не исправляли. Но, тем не менее, вот он просуществовал долгое время, кинотеатр, сейчас его модернизировали до неузнаваемости. Не хотел бы даже посмотреть на него в нынешнем виде. Это сейчас, кстати, было у нас встреча в Вене. Австрийский репературный центр проводил такой конгресс замечательный, двудневный, советский модернизм. Это годы 55-й и до 90-го года. замечательное то, что они очень внимательно изучали то, что происходило в эти годы в нашей стране. И, конечно, у них под заголовок был неизвестная архитектура, потому что мы были за железным занавесом. вообще, так сказать, внимание к нашей стране было, мягко сказать, не очень большим. Считалось, что все здесь типизировано, что все здесь жестко зарегламентировано, как и вся страна. И поэтому в архитектуре ничего интересного быть не может. И вот на этом конгрессе они для себя, ну, во-первых, они поездили по стране и для себя действительно открыли многое, что для них было неведомо и что сопоставимо с тем, что происходило вообще в мире. И нам там задавали вопросы, а как вы из-за железного занавеса значит, ухитрялись работать ну, в тех же, что ли, в той же стилистике, в том же направлении, как и во всем мире. Мы говорили, что мы получали журналы уже в то время Лешетик Тур, Дежурди, Домус, там, и другие журналы приходили к нам. И в общем они тиражировались и мы, конечно, следили за тем, что происходит уже в современном мире. Вот сегодня визит этот самый некролог Оскара Немейера, одного из тех кумиров тогдашнего времени наших, который не дожил до 105 лет такой возраст. Вот это, значит, такое отвлечение. И мы на этом конгрессе, значит, вот обнаружили, что мы по качеству архитектуры, я так смело верусь сказать, глядя на то, что увидели в Вене, скажем, их в стройке, в историческую часть, они ничуть не лучше наших. Мы отставали не по качеству архитектуры, мы отставали по качеству строительства. Это уж точно. А в общем, когда показали весь ряд от 1955 до 1990 года, это оказалось, что, в общем, мы здесь вполне сопоставимы, скажем так. Ну, значит, дальше нас. Да, ну, наверное, самая известная постройка Юрия Петровича, это театр на Таганке, очень сложный комплекс, который, формировал весь квартал из различных зрелищных учреждений, которые еще были сооружены в начале 20 века, и, собственно, на базе которых, на базе бывшего кинотеатра «Великан», начало 20 века, который выходил на старую Таганскую площадь из соседних домиков, постепенно стала образовываться новая театральная площадка, еще в послевоенное время, которая вылилась в ту самую известную Таганку. И вот Юрию Петровичу удалось совершенно замечательно справиться с проектом, и у него были вот идеи, о которых вы расскажете. Таганка, конечно, просто лучший для меня период в моей жизни, во-первых, это и по возрасту еще, но самое главное, что это соприкосновение и взаимодействие с моим тезкой Юрием Петровичем Любимым, с Давидом Боровским, сценографом, замечательным художником. Значит, дело было так, мы были в научно-исследовательском отделе Московского института, ныне Моспроекта 4, тогда Непокос он назывался, научно-исследовательский проектный институт. Мы обследовали театры города и соответственно познакомились с Таганкой. И вдруг нам обращается Любимов, говорит о том, что идут переговоры относительно получения Таганкой нового здания. Сделайте какие-то предложения. Мы что-то сделали. И в это время на Таганке побывал Виктор Васильевич Гришин, тогда что мне первый секретарь горкома, партия Всесильная. Побывал на спектакле «Азорь и здесь тихие», в таком патриотическом спектакле. был доволен, потому что до этого Таганка все время себя вела не совсем корректно по отношению к власти. Но Тудер решил сделать ход навстречу Таганку и сказал давайте предложение. Ему говорили посмотрите какой у нас тесный зал, все кулуары невозможны, теснота. И он сказал да, у нас есть предложение в новом театре перед этим там на площади. Он сказал нет, новый театр нереально, а вот вопрос о реконструкции можно поставить. И мы начали делать вот этот конгломерат исторических зданий разного периода. Вначале очень сложную такую систему предложили. Приехал Михаил Васильевич Посохин и сказал нет, надо проще, надо здесь вы эту структуру все разберите. основной объем отнесите назад, там более-менее свободная территория, но новая часть. Ну и так и было сделано. И были сделаны два макета, один такой градостроительный, другой зал с трансформациями. И понесли это Гришину. мы сидели в приемной, ушли Любимов и Дупак, директор театра, ушли в кабинет и Пасохин. А мы сидели со своими игрушками в приемной. Друг нам двери открываются быстро. Мы на огромный стол внушли эти два макета. Гришин подошел, подборолся, сказал, говорят, вы работаете на общественных началах. Да, ну это надо поставить на нормальную основу, ну докладывайте. Я что-то открыл рот, не зная субординации, в это время вышел Михаил Васильевич Пасохин и сказал, Виктор Васильевич, вот такая ситуация. И рассказал основное содержание проекта. Да, Михаил Васильевич Пасохин в то время был главным артепом Москвы. Да, и это так сказать полагалось соответственно и докладывать. Значит, и Виктор Васильевич одобрил это, пошел в торец этого стола и тут же продиктовал, может быть, заготовка была, продиктовал решение от первого до последнего пункта абсолютно. Разработали, да, ну вот это предложение мы показывали в доме архитектора здесь в большом зале на собрании, на встрече с театральными деятелями, с режиссерами и так далее. В то время мы надеялись вот перед между зданием метро и театром и вот этой церкви Николы на Болванах сделать пешеходную площадь. и Любимов Юрий Петрович говорил, что когда будет ставить Бориса Годунова, то действие будет начинаться от храма, потом войдет в театр и так далее, и так далее. И очень нас поощрял вот в этом взаимодействии театра и храм. Храм в то время, конечно, не работал. Вот. А когда обсуждение было здесь в доме архитектора, то выступил Борис Александрович Покровский. замечательный режиссер музыкального малого музыкального театра, замечательный человек и сказал, вот вы так все много сделали, столько у вас предложений, что вы знаете, это ведь может затянуться, а у Юрия Петровича могут измениться обстоятельства. Вот как-то так так сказать, напророчил. И Любимов тут же отреагировал, сказал, да, вы знаете, что вы вот эти все фантазии с выходом на эту площадь, с храмом, это вы оставьте, делайте вот основную часть, а церковь оставьте по-баму. Такое вдруг заявление, значит, так публичное, сильно менял, значит, в зависимости от настроения свое отношение. Ну вот, построили, да, после этого вторая стадия, это доклад главного строителя Москвы, вот то, что был Ресин, тогда был Николай Евгеньевич Пащенко, заместитель председателя по строительству. Тогда я уже докладывал проект и рассказал, после чего Пащенко, обращаясь к любимому, сказал, если вы хотите построить здание, вот я хочу вам дать совет, то не слушайтесь архитектора. Посмотрите, они же вас заведут такие дебри, из которых вы никогда не выберетесь, ничего не построите. Посмотрите, какую сложную форму сделали, какие-то углы, какие-то прямые, косые. Давайте так, это все упростим. Потом красный кирпич, у нас не хватает красного кирпича на реставрацию Кремля, а тут целое здание красного кирпича. Это люди оторваны от жизни. У нас уже не было красной глины, поэтому ее везли из Прибалтики, тем более здесь нужен был облицовочный кирпич, который в то время лицевой в большом дефиците. И да, я вам дам мрамор, облицуйте мрамором, это будет настоящий театр. На что, опять же, Юрий Петрович Любимов выручил, он сказал, вы знаете, а мы показывали проект Виктора Васильевича Гришина, ему понравилось. И тут пауза, он говорит, ну я ведь не об архитектуре говорю, я хочу просто помочь вам реально там. И в общем вот этот разговор был забыт и все-таки удалось сделать. А с кирпичом все оказалось не так сложно, как он пугал. Нужно было только заказать на заводе оплатить те изделия, которые на косых или тупых углах получались и все. Оказалось все по жизни гораздо проще. Ну вот, а потом еще такое было приключение с Юлистаганкой, когда вот так уже здание стояло в таком машине, проехал кто-то, я думаю, может, Суслов или, говорят, Косыгин, одним столом проехал мимо и возмутился. Что такое за безобразие там построено? и нас вызывает к Пасохину Михаилу Васильевичу, значит, директор института Виноградский, я и его первый заместитель Глеб Васильевич Макаревич. Значит, Пасохин его, да, ну и директор института , я сказал, Глеб Васильевич, вы ездили посмотреть в натуре? Он говорит, да, ездил, вы знаете, тяжелое действительно впечатление, такое вызывающее здание, какое-то колючее, красное, ну что красное, красное, говорит, Пасохин, покрасим, будет белое. Я так обомлел в ужасе, после того, что добывали все и так далее, а это что у вас там торчит вот наверху, это машинное отделение лифта на колосники, там, вытяжная, как-то это все убрать, говорит он. И потом, обращаясь к виноградскому директору институту, говорит, Игорь Михайлович, у вас уже не первый раз такие конфузы, такие конфликты вы создаете нам, вас уже называют архитектурным Солженицыным. вот это вот я доподлинно помню, Игорь Михайлович затрепетал, сказал, Михаил Васильевич, последний раз, в общем, больше не будем. Вот такая странная ситуация была. Потом, значит, мы отказались что-то менять, кому-то поручили сделать проект упрощенный, доложили, что все выполнено, вот, и рассосалось. А в результате пришло другое время, Горбачевское время, и дом получил государственную премию. Причем, это была последняя государственная премия СССР, потому что уже распадался союз, и опять-таки премию вручали уже не в Кремле, а вот здесь в доме архитектора в ресторане приехал писатель Карпов, который возглавлял тогда писательскую организацию, видимо, представлял комиссию по государственной премии, он там вручал эти премии. Вот такие, значит, пережили мы события, но по-прежнему, к сожалению, эксплуатацию вот этого здания сейчас находится в руках Губенко Николая Николаевича. Когда Любимов, вы знаете, там уезжал, потом был лишен гражданства, потом возвращен в Горбачевское время, ну, что-то произошло, вроде бы Губенко сохранял комплекс, комплекс был из трех залов, 800 новый зал, 500 старый зал, 150 студийный зал, такой, в общем, в зависимости от масштаба постановки можно было использовать тот, другой, третий зал. И вдруг мы узнаем, что они как бы рассорились, театр делится, часть труппы уходит с Губенко, часть труппы остается с Любимовым, и происходит опять, значит, полный, вот Берлинская стена между новой частью и старой частью, Любимов поставил себе старый зал и студийный зал, а Губенко новый зал. Ну, а содержание так, вдруг видим, по белому камню на фасаде лестницу покрасили суриком, потом под эту лестницу сделали киоск по обмену валюты. Я разочек где-то встретившись с Губенко, Николай Николаевич, ну, как же так, он был министром культуры, ведь одно время в Ирбачеве, он говорит, ну, я больше всего сетовал на то, что реклама налепляется на здание, он говорит, ну, нам надо жить, понимаете, театр находится в очень тяжелом финансовом положении, в отличие от любимого, которому город помогает, нам ни копейки не дают, по идеологическим соображениям, он остался членом компартии, как вы знаете. Вот, ну, это к вопросу о защите объектов того времени, мы это обсуждали вот и в Вене, и у себя хотим добиться дополнения к закону об охране наследия, чтобы не дожидаться сорока лет со времен постройки. По закону действующему не раньше, чем сорок лет можно ставить, через сорок лет можно ставить вопрос об охране того или иного произведения. А за эти сорок лет, как вы понимаете, особенно в нынешней ситуации, когда едешь и вдруг видишь, как меняют облик здания новые владельцы. Ну, вот один из вопиющих примеров, это на Пушкинской площади здание «Известий», которое давно включено в свод памятников советской архитектуры. Значит, «Известий» выехали, въехал новый владелец, который содрал эту надпись «Известия», которая просто была частью дизайна, частью проекта, неотъемлемая часть, ну и так далее, и так далее, мельниковские дома и прочее. Словом, хотим, чтобы было дополнение, которое позволяет те здания, которые получили какое-то общественное признание, государственное признание и так далее, начать охранять, не дожидаясь этого сорокалетнего срока. иначе через сорок лет мы, как говорится, костей не соберем. Вот еще один тоже проект, который был частично реализован, это Мещерское озеро, мы сейчас с вами из Москвы, в город Горький, немножечко отправимся, очень уникальный проект, такой большой масштабной застройки для этого города, расскажите о нем, как эта идея формировалась, развейте миф, здесь среди нас нет, сейчас нижегородцев, но у них есть миф, что вот этот микрорайон строили немцы, поскольку в Магдебурге был построен схожий по концепции район, но и в тех и других городах в двух побратимах есть легенда, что там это строили отечественные строители, а в тогдашнем Горьке, нынешнем Нижнем Новгороде полностью этот микрорайон спроектировали и даже построили немцы такие вот легенды ходят по городу. Ну да, на самом деле это не так. Это было тоже в Академии уже строительства арктура была как бы такая тема экспериментальное строительство жилых и общественных комплексов и она была действительно сделана симметричная в ГДР и у нас. Вел эту тему Борис Рафаилович Рубаненко тогдашний директор с ним жилища такой мощный архитектор и с немцами происходили естественно встречи по концепции обмен идеями но конечно проектирование и строительство осуществлялось национальными так сказать командами мы тогда получили вот возможность участвовать в общественной части нашей жилой часть делался не в жилище то есть вот эта часть жилищная которая была реализована а вот я так понимаю кусочек был реализован это к Волке да она выходит к Мещерскому озеру значит идея состояла в том чтобы сделать общественный центр который включал разные залы в том числе чтобы школьные залы включались в общественное обслуживание и сделан был такой обширный общественный комплекс который должен был обогатить жизнь этого жилого района но строительство началось но на определенном этапе когда вот начались те исторические события которые которых вы знаете значит все приостановилось ГДР перестал существовать честно я даже не знаю насколько в Магдебурге им удалось продвинуться но у нас часть общественного комплекса и школа была реализована и было реализовано жилье все остальное такая вот обширная концепция она приостановилась но конечно это да и в то время это был тоже цене безрелищных зданий я возглавил тогда научное отделение этого цене подрелищных зданий и пригласил да создавал мастерскую экспериментального проектирования и ею тогда заведовал Андрей Владимирович Боков нынешний президент союза архитекторов России это была его непосредственно его работа которая была связана с реализацией с практической реализацией кроме того делалось еще много всяких проектных предложений вообще Нижний Новгород в то время был как-то полем взаимодействия эксперимента тут где-то есть экспериментальный кинотеатр с разным составом помещений который был распроектирован для Нижнего Новгорода и все ушло на ура значит мы в каком-то районе докладывали этот район взялся обязательно реализовать и там были в то время такие мощные суровые застолья после этого после чего на утро было трудно вспомнить о чем собственно была договоренность в конце концов пили там очень крепко там в том числе тамошние власти но после того как все было принято с большим энтузиазмом дальше начиналось все рассасываться рассасываться и вот эти предложения экспериментальные так повесли в воздухе к сожалению они могли бы и сегодня в нынешней ситуации когда кинотеатры ведь преобразовались стали мультиплексами и главное что входит всегда в систему общественного обслуживания кафе там какие-то выставочные помещения и так далее все это мы предлагали вот много-много лет назад я прошу прошу вот и еще тоже вот интересный конкурс который я нашел да ваше участие это так я поняла международный конкурс на оперу бастилия да опера бастилия в париже международный конкурс в котором даже на этом на этой схеме видно что огромную зрительская часть занимает небольшую долю всего этого гигантского механизма я до сих пор не знаю как они они все-таки построили этот самый театр на площади бастилии как они эксплуатируют эту огромную чудовищную объем это вот проект вся вот эта огромная ну это значит небольшая часть зрительская и очень развитые сценические обслуживающие помещения и так далее и так далее это это кстати вы знаете с нашей точки зрения такая ошибка преувеличения театральные технологии начинают раздувать эту часть оно повторилось в Мариинке новой Мариинке там было тоже немецкая вроде бы технологическая разработка которая ну тоже сценическая часть необычайно преувеличена зрительская часть съежена непропорционально я думаю я думаю что это будет сказываться на в общем отрицательная эксплуатация здания в этом смысле ну мы конечно как бы оперный театр от начала до конца не проектировали не строили но вот даже по опыту Таганки по опыту других зданий ну Красильников рассказывал о музыкальном детском театре Натальи Сац где они умеряли эти аппетиты сценографов вернее сценических техников это говорит о том что когда театр работает в относительности тисменных условиях он работает лучше всего как только ему дают большие пространства он начинает с этим не справляться он начинает хуже обживать эти пространства это в общем большая такая психологическая тема но мы всегда стремились договориться с режиссером сценографом чтобы ну вот эти так сказать поползновения технологов окорачивать делать их в каком-то приемлемом масштабе ну вот история с новой мариинкой на общем в этом смысле грустный пример если кто-то посмотрит на это здание которое доделали кажется французы а как вы вот именно к этому проекту как вы в нем поучаствовали попали на него ну это это международный конкурс был открытый нашим мы получили документы участвовали в нем и вот если вы видите мы здесь постарались войти в контекст вот исторической части Парижа этой части вот эти аркады которые идут вдоль улицы и ну членение здания объемами формами и так далее но стремились как-то приблизить к масштабу исторической части города реализованный проект он несколько более резок в этом отношении не знаю хорошо ли это или нет думаю что не очень но тем не менее значит мы с удовольствием вот в этой программе поучаствовали это всегда интересно международный конкурс ну вот насколько значит нам удалось это так сказать не нам судить вот еще один проект который появился уже вот на рубеже театра 90-х это реконструкция Боровицкой площади ну вы помните обсуждение которое было пару лет тому назад уже на исходе прежней власти и прежнего мэра строительство большого депоситария на так называемой Никсонской площадке вот эта вот часть площади перед домом Пашковым там в проект архитектор Колосницын должен был быть воздвигнут новое здание хранилище и когда наш предыдущий мэр был отправен в отставку исполняющим обязанности был назначен Ресин началось общественное обсуждение этого проекта проект был окончательно свернут ну а насколько я понимаю до него были еще другие проекты это был проект как бы перемещение по существу музеев Кремля в новое здание вот рядом с Кремлем по обе стороны моста вот это большой сзади с этой стороны и депозитарий напротив это мы делали совместно с Евгением Григорьевичем Розановым и Шестопалом и в то время проект был одобрен но он конечно был связан с сносом какие-то сооружения по эту сторону может быть поэтому а может просто потому что уже время изменилось средств было мало и оставили только вот объем депозитарий на той стороне здесь я смотрю еще вы предполагали восстановление церкви которая была утрачена в советское время вот она здесь рядом с Пашковным домом там сейчас просто часовня быстро вот ну и этот депозитарий действительно делался вот тоже такой полукруглой формы но когда дошло до рассмотрения уже в новое время выступили выступили члены архнадзора других так сказать людей которые защищают историческую среду совсем поздний поздний проект уже 2008 года да 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 которые сочли что объемы преувеличены и на этом исходя из этого или по этим основаниям проект был заторможен Аресин тогда уже исполнявший обязанности мэра такой короткий момент ну что называется сдался он я могу сказать сидел там рядом в совете и он сказал вот я говорил значит Гагариной Викторице что преувеличен объем немножко поменьше бы и все было бы нормально а вот жадность фрая разгубила значит захотела побольше и получила получила в общем ничего в общем можно это это место до сих пор такой странный значит облом исторической застройки когда-то снесенные и ничто не завершает эту застройку вполне можно было бы там писаться современным объемом не нарушая исторической среды ну будем надеяться что так оно произойдет но несколько позднее спасибо вам большое за рассказы у нас традиционная часть которая у нас становится тоже традицией это вопросы из зала пожалуйста большое спасибо за ваш план архитектуру в истории архитектуры нашей страны скажите пожалуйста какое произведение вещь скульптура неважно что вас как архитектора в последнее время в мире имеется ввиду не обязательно нашей стране понравилось даже не то что поразило а именно та вещь которую вы могли бы сказать что было бы здорово если это сделал я ну подумай да ну немало просто немало произведений та вещь которая действительно вам понравилась которая клево по-современному так не знаю не берем Заку хотят не берем Фостера которые уже на конвейер пошли а берем вот мне понравилось то что Боленская ВН очень пластичная такие интересные формы это новый дворец ВН да ну интернет если наберите посмотрите узнаете мне просто понравилось просто здорово если бы я это сделал я был бы доволен собой подобие такого а я если можно присоединиться к этому вопросу я сама спрошу и так же мне очень интересно насколько если вы знаете проекты которые пошли а суши справиться что вам близко и с чем вы не знаю два завод просто то что для вас были бы вы согласны с этим объединиться если слово может неправно извините своим внутренним чувством своего воскновенного архитектурного чувства как говорится разбегается я ну в польше я пожалуй и не назову недостаточно знаю наверное современную архитектуру вот считается что в польше самое 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 дело а по архитектуре могу добавить что есть очень много соотничтено в последнее время я вас приглашаю в польше и вас также соединяются поэтому действительно соединение извините что я так прошла к слову и соединение по моему всех архитектурных правил если так можно назвать я не профессионал но очень жалко что вы уже немножечко сейчас попозже пришли мы как раз в самом начале Юрий Петрович еще рассказал замечательную совершенно историю про то как появился дворец науки в Варшаве этот проект про этот проект в свое время поляки говорили что самый лучший вид на Варшаву для дворца культуры и науки потому что не видно самого дворца культуры и науки вы знаете теперь дворец культуры и науки остался очень много было вокруг этого очень много рассуждения и вокруг есть высотки которые могу показать а дворец культуры и науки остался и будет ну там несколько возникло высотных зданий рядом и с моей точки зрения они не лучше выглядят в силуэте города в структуре города абсолютно да 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 ну а если так на вскидку знаете вот внизу некролог Оскара Немейера который не дожил 105 лет ну вот если бы удалось сделать что-то близкое к тому что сделал Немейер это было бы счастье это новая столица Бразилии сделанная так сказать одной рукой одним мощным таким порывом поэтому вот пожалуй на этот вопрос первую очередь я в этот адрес бы обратился я думаю вы не дооцените свой вклад вообще в принципе да пусть там потомки оценивают но по сути своей не имея свой вклад вы свой вклад кто-то еще а по сути своей он вы сказали что архитектура лучше чем у вас или у некоторых современных архитектор есть единицы измерения национальности высоты на каких-то вещей которые по сути вневременные и так далее так что по сути не описывается но вы уже выставили давным-давно но спасибо если бы этого не было столько людей не пришло государство чтобы просто вас слушать вас и большое вам спасибо я думаю что действительно спасибо но я вам скажу на это я мой вклад ну вот скорее в союз архитектора я ведь в 82-м году страшно сказать сколько это лет тому назад да 30 лет да меня пригласил полянский анатолий трофимович народ секретаря союза архитекторов ссср 10 лет я был в этой роли потом 16 лет возглавил союз архитектора в россии и это время ну в значительной мере потеряно для своей собственной жизни но я думаю что это вот я все-таки не пожалел о том что я перешел в союз архитекторов потому что это была возможность во-первых повидать очень много людей и в нашей стране за границей у меня огромное количество фотографий некоторые я даже уже не помню где это с кем это и так далее но не в этом дело а в том что за это время союз архитектора переживал не лучшие времена как и все творческий союз со сменой власти со сменой приоритетов и так далее потом разбегались начались началась сувереннизация московский союз где мы находимся объявил о том что он выходит из российского союза суверенитет сделал свои билеты и так далее потом казань татарстан и так далее вот это пошло это безумное разбегание мы это все постепенно собрали восстановили восстановили все-таки сохранили единая организация в котором люди себя чувствуют все-таки значит коллегами товарищами которые помогают друг другу которые которые интересна жизнь друг друга и так далее и поэтому я могу сказать что я все-таки не жалею об этих годах думаю что вот это скорее мой вклад чем непосредственно в архитектуру потому что я еще занимался научить сеток и работой довольно долго пожалуйста вы рассказывали про свою молодость много и в том числе что вы были близко к родному и у мастерской вот я сам учился в московском инститете поэтому мне интересно вы были там уже когда я работаю над этим была закончена или немножко успели подплатить университет нет вы знаете так это был дом университета с началом проектирования университета университета Руднев уже вот эта мастерская перестала этим заниматься которой я значит подвязался и Руднев все меньше бывал здесь все меньше больше значит исчезал на проектирование университета ну тогда совместно с Харяковым Обросимов Руднев да вот поэтому я могу только сказать что Руднев рисовал вот этот силуэт Руднев рисовал и в этой мастерской и потом и сжал он всегда вообще был человеком который очень следил за гармонизацией объемов зданий и в общем университет в этом отношении построен достаточно гармонично по нарастанию к центру по силуэту хотя мне не очень нравится честно говоря по деталям там уже началась вот Рудневские довоенные работы они гораздо более цельные мощные чем то что получилось в университете где какое-то что-то красное какие-то соединения классицизма с таким вот модернизмом не очень мне близки по вкусу хотя вот в целом объем силуэт очень сильно сделан ну получается еще как бы видели его вот именно жизнь даже в одном доме с ним да и в ряду мастерских вот весь этот творческий процесс который был еще и за пределами собственно вода непосредственно рабочей части дома и да Руднев в артурном отношении и Любимов со всеми его противоречиями в театральной жизни это тоже значит для меня дорогой период взаимодействия а вот Рудневские высотки да обе которые были построены Москве и Варшаве эта концепция его вот этих уступчатых объемах она была связана с желанием сделать вот этот единый артитурный ансамбль с остальными вот высотными объемами или это какая-то была идея нет Руднев в этой цепочке высотных зданий не участвовал да да надо было как-то вот привязать наверное и создать вот эту единую концепцию московских всех высоток нет он участвовал как бы как один из этих семерки восьмерки людей которым было просто поручено каждому там мастеру свое произведение и это на наших глазах происходило чрезвычайно быстро в момент принятия решений проект и строительство это такое в общем было мощное такое так сказать действие и мы единственное мы ходили и смотрели и сравнивали проекты и результаты и что называется переживали за того или иного мастера на мой вкус из этой цепочки высотных зданий по садовому кольцу здание здесь на площади восстания ныне триумфальная она не триумфальная кудринская кудринская площадь она наилучшая композиционная более цельная и сильное здание вот так же как мы переживали каждую новую станцию метро как нарисовано как скульптор участвовал как художник в то время архитектуре уделялось больше общественного внимания сейчас оно как-то вообще сникло вот проекты выставлялись на улице Горького мы ходили там у витрин смотрели и мы переживали за каждого мастера по-своему у нас были свои предпочтения свои любимцы так что это было очень увлекательно проектов высоток выставлялись выставлялись да вообще что же было более публично тогда представлено чем сейчас а как оценка происходила оценка она вот в аудитории она между собой конечно так сказать баллов не выставляли официально так что я думаю что оценка очень важна для каждого художника как вы знаете вот у нас была близкая нам художница Григория Катя она говорила пусть пишет любую глупость обо мне но важно чтобы писали а не молчали значит я думаю что вообще роль искусствоведов архитектуреведов у нас недостаточно вот киноведов выпускают тетраведов выпускают архитектуреведов ведь специально не готовят на западе люди которые вот как бы произносят те или иные оценочные слова они очень важны в ориентации общества по тем или иным значит качество по качеству тех или иных работ объектов разъяснения я думаю что вот спасибо этим людям которые организовали вот эти встречи я думаю что их должно быть гораздо больше в общении архитекторов с публикой но самое главное что выращивание тех людей которые могут оценить и рассказать о том что сам художник зачастую не умеет рассказать о себе что он это делает интуитивно пожалуйста кирпич и отечественное производство где располагается завод в Закурске подмосковье это в Сергеев Посаде и такой еще вопрос там использовали нестандартный кирпич каково количество вот этих нестандартных деталей то есть как бы ряд нестандартных деталей два три четыре вариантов просто понять сколько этих вариантов было кирпича вариантов пять-шесть всего-навсего да и в общем-то как выяснилось это не влияло на так сказать на экономические что ли показатели на потери экономические и так далее а развязывало руки в смысле пластики в смысле форм ну сегодня буквально вот на пленуме который происходил в стенах большого зала домархитектора обсуждался снова вопрос о о том кто оценивает значит архитектуру нынешние условия значит как вы знаете со времен Хрущева подрядчик а именно строитель был поставлен над проектировщиком и до сих пор идет инерция этого положения когда строитель определяет что рационально что нерационально ведь на самом деле в мире этот человек приходит тогда когда проект сделан утвержден и он на конкурсе получает возможность реализовывать он не говорит что вот знаете здесь уменьшите количество нестандартных изделий или еще что-то он радуется возможности получить эту работу и выполнить то что придумано и утверждено и от этого от этого происходит большая свобода в архитектурной работе в композиции потому что не висит над этим вот по счету экономически конечно каждый инвестор который платит свои деньги он считает но он смотрит в чем будет допустим удорожание а в чем будет эффект от того что он получит объект который будет замечен который будет ему на его фирму так сказать срабатывать как рекламная в общем составляющая ведь в мире там существует там название Рокфеллер центр там или у нас был этот то есть там Трамп Тауэр то есть имя заказчика иногда появляется в результате произведения то есть архитектура здесь срабатывает как повышение если хотите стоимости что ли который не измеряется может быть напрямую напрямую деньгами но оно остается уже как часть художественного конечно ну конечно ну конечно вы знаете просто-напросто в процессе согласования проекта оно в то время ну вот 60-е там ну до конца 80-х годов оно происходило в инстанциях специальных согласовывающих где рассчитывали долю там нестандартных вот как вы говорите элементов и так далее и архитектор стремился доказать что он здесь минимально вышел за пределы как бы допустимого вот опять же в этих стенах произошел такой эпизод было это уже в самом конце советской власти было рассмотрение общественных зданий которые должны были делаться индустриальными методами методами выставлены здесь были проекты по которым высказался Егор Кузьмич Легачев тогда вместе с какими-то руководителями строительного комплекса и так далее и обсуждалось зачем почему не типизируются вот такие-то и такие-то общественные что мешает почему архитекторы все время стараются делать индивидуальные проекты я тогда представлял союз архитектов я попытался как-то выступить этим обоснованием на что был своими коллегами из госгражданстроя так сказать остановлен сказали что сейчас это неуместно то есть до конца советской власти еще действовала инерция вот этой глобальной типизации стандартизации и так далее потом этот этот пресс так сказать ушел это согласовательный пресс но психологически мы все еще находимся внутри этого так сказать этой структуры потому что ну вот если вы заметите то кто возглавляет архитектурно-строительный комплекс Москвы строитель ведь ему принадлежит последнее слово в том чтобы разрешить то или иное решение решение которое согласовывается на предварительной стадии что опять-таки противоречит международной практике это совершенно немыслимо на западе поэтому когда мы рассказывали о результатах того что архитекторы нашей страны все-таки добились вот на протяжении этих лет то наши западные коллеги ценили то что мы в этих условиях все равно делали вещи которые представляют международный интерес потому что несмотря то уже ухитрялись уже умели так доложить так рассказать так завлечь заказчика так уйти от щекотливых вопросов чтобы все-таки добиться своего и постепенно от более простых более таких сдержанных решений на протяжении этого 30-летия постепенно перешли к более свободным и очень свободным решением где пластика здания в общем была уже иногда даже чрезмерно видно как раз на театр это более простой жесткий объект наверное я тогда поблагодарю Юрия Петровича за то что он сегодня пришел к нам и рассказал о своей юности о детстве и об этапах творчества и о тех работах которые стали не побоюсь сказать тот же самый театр на Таганке известными карточкой Москвы советского времени архитектуры этого периода и хочу благодарить вас за то что вы пришли сюда спасибо большое спасибо 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 спасибо